В сегодняшнем ролике я вам покажу работу действительно эффективного, абсолютно доступного, безопасного стимулятора корнеобразования, который поможет ускорить укоренение черенков винограда. Более того, сразу скажу, что изначально я была очень скептически настроена против этого средства, думала, что-то очередной пшик, но на самом деле все работает. Итак, раскрываем карты. Это обычные абсолютно дрожжи, средства общедоступны, ну а то, как они работают, я вам сейчас покажу. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я была по образованию виноградарь по призванию. С нами все это понятно и доступно. Эффективность и работа любого средства проверяется только в сравнении. Если вы что-то добавили, у вас черенки укоренились, это не значит, что средство сработало. Они могли укорениться и просто так. Если у вас корни в этом сезоне появились у черенков раньше, чем в прошлом, это тоже не значит, что средства работали. Возможно, так сложились условия. И я вам сегодня показываю реальный пример в реальном сравнении. Итак, черенки у нас вымачивались 8 часов. Черенки разделяем на две части. Первая часть сразу идет на укоренение. Укоренять будем в двух средах в воде и во влажных опеках. Вторую часть, вот эту пачку черенков, мы замачиваем в растворе дрожжей. Теперь готовим наш раствор чудо-укоренители. Для этого нам понадобятся дрожжи. Я взяла совсем свеженькие, только вчера в магазине. И вода. Рецепт гласит о том, что надо 10 грамм на литр. Но нам литр на наши черенки абсолютно не надо. Поэтому мы будем измерять 5 грамм на пол-литра. Нужное количество воды у меня уже отмерено. Сейчас отмеряем нужное количество дрожжей. Итак, у нас 5 грамм. Засыпаем их в воду и перемешиваем. После нескольких минут бурного перемешивания, такие дрожжи наши растворились. Мы переливаем их в банку. Конечно, всего объема нам не надо, поскольку замачиваем только пятки черенков. Теперь помещаем сюда черенки. Вот такой уровень у нас получился. Теперь ждем сутки. Так, сутки в растворе с дрожжами прошли. Теперь мы все это достаем. Разделяем черенки на 2 партии. Одну ставим укоренную отзыводу. Вторую. Вовлажную пью. Все, теперь набираемся терпением и ждем чудо-результатов. Изначально все стояло на подоконнике, но потом я убрала, потому что от окна все-таки тянет холодом. Здесь рядом столик. Чуть-чуть теплее. Ну и очень сильно заметна разница. Смотрите, то, что вымачивалось в дрожжах, видно, как раскрываются почки. Причем независимо от того, в воде у нас стоят черенки, либо во влажных опилках. То есть и там, и там видно, что почки начинают раскрываться гораздо интенсивнее, чем там, где мы ничего не делали. И смотрите, если бы мы сравнивали с тем, что стоит у нас в опилках, то можно было бы сделать какой вывод? Вообще очень важно всегда делать правильные выводы. Так вот, вот эти черенки мы на Украине поставили, да, уже поставили в опилки. А те, которые вымачивались в дрожжах, они у нас лишних 12 часов постояли в воде. И можно было бы результат, вот этот о большем открытии почек, списать именно на то, что больше в воде постоят. Но смотрите, вот эта партия у нас укореняется в воде, но она в дрожжах не вымачивалась. И мы видим, что здесь начинают раскрываться почки, да, вот идет их набухание, но вот даже в этих опилках все гораздо более заметно, чем в воде. Поэтому пока предварительные выводы, что дрожжи, они стимулируют рост. Посмотрим, как корни образования. Но рост почек они точно стимулируют. И это не очень заметно. С момента постановки на Украине прошло 26 дней. И теперь мы уже можем полноценно оценить результат. В этой баночке у нас черенки, которые вымачивали из дрожжами, я показывала промежуточно, что у них веселее просыпались почки. Вот это у нас контроль, где ничего не делалось. Сразу видно отличие. Но нам не столь важны почки, сколь важны корешки. Еще один важный момент, который я хочу прояснить, потому что, к сожалению, его понимают не все. И периодически, когда снимаешь такие ролики, начинают писать, что ты вообще не умеешь укоренять черенки, и чему ты учишь. Ролик не о том умею ли я. Укоренять черенки. Ролик об эффективности определенного средства. И для того, чтобы его понять, надо исключить остальные факторы. То есть не применялась специальная температура, подогревание, кельчеваторы, какие-то особые условия. Я специально не бороздавала черенки. Я специально не ощутывала соцветий. Более того, я даже воду практически не меняла. За все время, что они стояли, сколько там, 30 с хвостиком дней, буквально один или два раза вода была поменена. И то только потому, что там уже было такое вот слизистое все. То есть это все было сделано специально для того, чтобы оценить, еще раз повторю, эффективность нашего средства рожей вот в таких спартанских условиях. Вот это черенки из баночки с дрожжами. Вот здесь у нас вообще видно, хорошие корешки пошли. Здесь начинает проклевываться. На остальных, в общем-то, вот-вот все должно быть. Вот это контроль. Здесь не добавлялось ничего. Ну и, в общем-то, но только на одном мы видим чуть-чуть растресление коры, которое говорит о том, что скоро корешок появится. Больше никаких признаков пока нет. А вот это контрольный вариант в опилках. Ну вот здесь все, все грустно. Но грустно, это моя ошибка. Я их немножко подсушила. Поэтому этот результат мы учитывать не будем. Это у нас пучок, который укоренялся в опилках. Ну и здесь мы видим примерно аналогичный результат. Вот пошли корешки. Причем, обратите внимание, как весело, веселее, чем в воде. Вот на этом. Вот-вот будут корешочки. И если пяточки черенков посмотреть, вот так вот. Сейчас по другому камере поверну. Вот так. То здесь заметно, что буквально одинок-другой и корешки будут. То есть здесь чуть веселее, чем в воде. Ну, это, в принципе, стандартная закономерность и стандартная разница в укоренении. Итак, 33 дня с момента постановки черенков на укоренение. И мы учитываем финальный результат. Вот я взяла черенки из воды, из контрольного варианта. И у нас есть один маленький корешок. Вот это первый корешок, который появился. На остальных пока вот на этом есть наметочки. А на этих даже и не совсем. При этом показываю так. Все черенки живые. Почки у всех проснулись. А вот это черенки, в которых применялись дрожжи в качестве стимуляции. Ну, разница очевидна. Смотрите. У четверых хорошие корни. Вот здесь я просто обломала, когда доставалась банки. И у двух последних здесь тоже видны. Уже пошли. Маленькие корешочки. Вот они. Да. И только у последнего пока что ничего нет. Вот у нас тоже черенок живой. Разница очевидна. И разница в появлении первых корней у нас составила 6 дней. И вот такие у нас корешки в опилках. Видите, уже какие большие. Здесь тоже применялись дрожжи. Единственное, что процент укоренений меньше, чем в воде. По той простой причине, что я их несколько подсушила и не следила за влажностью опилок. Разница между укоренением там, где применялись дрожжи, и там, где не применялись при условии укоренения на воде, составила 6 дней. Также хочу обратить ваше внимание на качество корней, что корней здесь много. Прямо такие хорошие метеулочки. Не один. Причем на всех черенках. Корни хорошие. При этом у нас уже хорошо развитый зеленый верх. То есть каких-то явных перекосов в развитии черенка не произошло. Таким образом, наш эксперимент показал, что дрожжи, в отличие от очень многих других народных средств, действительно работают. И разница в укоренении у нас составила 6 дней в появлении самых первых корешков. Даже если мы посмотрим на верхнюю часть черенков, то тоже разница заметна. Здесь дрожжи были, здесь не было ничего. Таким образом, дрожжи можно использовать. Нужно ли вы решаете сами, но средство абсолютно доступное, бюджетное и, в общем-то, безопасное, потому что перекоса в развитии черенков мы нигде не заметили. Надеюсь, ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще, ссылка на другие полезные видео. Ссылка на прошлогодний ролик, где мы испытывали другие народные укоренители. А также ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. До новых встреч!